утро а може и не утро десь часов наверно в пределах до 10 утра 30 декабря 2023 года воздух таки чистый прекрасный на градуснику было ночью минус 2 днем было 10 пределах 8 10 градусов тепла и это ребята у нас украина но не вся территория украины южная часть тоже не вся южная часть первомайск николаевская область ох распоролы меня всего дедуха качки мускус не клеенку поразрывали что ж придется всю клееночку все-таки убрать потому что может быть у витрюганище разжене нам это все по участку так я ранее видео вам отснимала да про щепки про доски про дрова и это уже я не помню какие там числа булы но больше недели больше недели заноси я перепелять ник вот такими ящичками вот таких ящички на 10 килограмм они чуть побольше не знаю что у них продается вот я набираю все подряд было шоу набирала сортировала отдельно вот такие вот мелкие щепки вот такие вот мелкие щепки отдельно сортировала вот такие брусочки наверное дней десять может прошло даже не помню одеться по видео вон и не сухие вон и сырье осенняя срезка на данный момент абрикоса абрикоса и и слива и слива обрезалась а показывала я вам что я такими вот щепками ветками делаю растопку поступил в комментарий что лучше вот эти вот щепочки измельчить вообще мелко и присыпать он и как ну понятно есть циркуляция воздуха это все физика и быстрее все прогорая если воно таким более плотным плотным коржом есть между вот этими щепками меньше пространство циркуляция воздуха и оно получается к тлее 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 дольше жар но можно было бы и так если бы просто были свободнейшие одни руки и кипси вымениться все измельчали а лучше вот это щепкорез или какие называются новин ребята будет дороже стоить чем саме состояние чем саме саме наличие перепелов на хозяйстве по этому вопросу уже очень много изучалася так что это не в нашем варианте в нашем варианте я показывала это куча где были у нас в этом загоне утки есть мерзлую капусту сегодня буду уже вырывать капусту яка есть на городе чтобы она у нас не оставалась уже на будущий 2024 год на городе так ну и по цей кучи это все что осталось я беру драпчиками это все набираю ведро и топлю чего вона состоит я сейчас скажу что дырится на на вот первый раз или не шагая видео берет теки такие ки ему интереснее случайно попал на ней канал в том загоне у меня находилась а тыча находилась а цеплята вот именно на породу тут же ж выращивались и гуси их было 10 или 11 штук и потом у нас уже тут были взрослые взрослые коры им сюда бросалась разнотравия ботва им сюда бросалась кукуруза тоже стебли яки молодеят уже и более такие уже вот такие вот стебли также давалась молочная кукуруза я рассказала очень много про свою кукурузу и люцерка все что давалось птицей воно тут с их пометом плюс листя от дерева оберкосы от дерева айви и все это было на площадке на цей площадке на цьому загону я все зачистила убрала получился у меня вот такие вот кагат небольшие может быть и большие вот и вот тут у меня где качечка стоит тоже вот такие вот здорово куча тут была я все это зачистила и я ее уже сожгла сожгла осталось мне вот это это ребята то и вариант когда я растапливаю вот этими щепками я показываю предварительно у меня есть бумага так как сын у него производство шляпных коровок есть отходы кордона есть отходы цветной бумаги и потом добавляю вот и щепочки яки чуть подсыхают перепилятнику потом бросаю вот такие дрова яки заготовив меня сын я снимала видео и показала сколько их у меня было но не выше чем есть вот эта вот поверхность не выше не выше сколько лена взяла да вообще дров взяла почти что ничего ничего будем сказать вот так на уровне и сами топим без середины ноября грубо говоря полтора месяца и вот тут вот трошечки я взяла потому что будет давить на забор надо отсюда убирать дерево тут есть орех аберкоса по-моему трохи есть клена есть слива по-моему трошки яблони трошки груши вот такие вот вот такие ума на дрова я вот эти вот щепки вот такие можно кинуть трошки пицушить и потом 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 бросаются вот такие вот зодовод ручка вот покажу вот они бачки сантиметра 4 сантиметра 34 и вот так вот можно спичечный коробочек вот я просила сына чтобы он не дуже разрубал меня более важны вот такие вот кругляки вот это идет разруб он быстро начинает загораться да а если меня вот к примеру в ночь я бросаю от таких раз два три тоже десь сантиметра ну может до пяти цей десь 34 если бы спичечный коробок был ну общем понятно бросаю их штучки 3 чтобы они снизу держали жар и с верху присыпаю уже от тим что я вам показала одни ведро печками на огромного на 40 на 60 вот и я туды одно ведро пропихую прямо вообще по углам второе ведро и потом делает ки перерыв пускай воно чуть-чуть усядется и засыпаю может третье ведро если на дворе есть сильный витер и если сильный мороз а если теплое например вот такие вот минус один минус два третьего ведро могу не присыпать утром приходю там жар я вот вам и показала я кисть жар я печку себе показала я так задумалася днями тоже думаю мы принесли сюда ближе до хозяйства до хоздвора ци дрова установили я их не спалю по-любому потому что они тут в два ряда вот есть один ряд вот они тут в два ряда по-любому я их не спалю ци дрова они останутся придете куда-то переносить потому что на этом месте надо будет убирать всю перегородку и делать реконструкцию на хозяйстве ну побачим а может они тут и буду чуть-чуть мы конечно придумаем переносить надо основное кесь место дровам сделать потому что раньше не топилась уже 20 лет мы на газовое отопление вот и места для дров нема вот так да приложили вот вот уже от соседей за соседи вот и сюда у меня уже хоз двор качечка ходит выглядит может прийдут соседские качечки наташине они аж от того дома он дом таки с манхандрой вот они оттуда через город идущие битушки сюда до моих дивлюся ну там да тут есть трошки трава они пасутся стоять и тут и балакают с моими говорунами вот так все мокрое воно все ребята горит вот бачите сейчас даже вот такие вот влажные бросаю влажный стебель или перья есть души гуси перелинювали да и перо давала как перева под кормка птицы вот это все очень и очень я сейчас так открыю вот такие у нас мороз можно сказать как мороз вот более тщательно кому-то вообще интересно вот качаны вот стебли вот листя от дерева фруктового это уже их не помет с травою перемешанный вот и это все горит хотя если бы у меня не было печки это ранее заносилось а куда это ранее заносилось на компост на навозную кучу червяк это знаете как переработать перо есть помет есть листочки есть вот и все червяк переработает качанчик вот даже и бачим уже тут уже тут шоце маленький червячок чешутся воно там таки да действительно ваще новорожденный червяк тут уже глаза так потому что це все тепло навоз а если бы я его перемешивала 6 перепелиным пометом пересыпала бы червячок він бы всем нам у культуры и сделал бы отличный отличный бы перегной за несколько лет тасички наши вот так оно дымит 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 и так горит 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 мне ребята не надо огонь это не жилое помещение и это не какие-то там хозяйственное помещение или там мастерская это перепелятник перепелам надо теку подсушивать помещение и удерживать слегка тепло так как у меня инкубировали сяк 5 дней назад перепелята там же есть лампочки сотка яка их обогреваем и мне выгодно я уже не ставила 250 ватт я ставила теки сотку плюс підсушу я там и стены и взрослым перепелам я показывала что 25 градусов на градуснику нормально перепела сами выдают тепло но для того нужно от именно перепелятнику циркуляция воздуха подачи то есть приточка и отточка где идут газы а подача свежего воздуха циркуляция совсем не то что возможно вы рассматриваете как каких-то других помещениях а плюс жилый дом если вы являетесь птицеводом берите за идею такие моменты який я показываю но может вы еще чем-то там протапливаете можете написать в комментариях не зря я вам говорю локацию да я проживаю потому что я понимаю кто же вас севернее даже на той же самой территории украины у них климат совсем другие южанам даже возможно вообще геть до измаил туда пониже до границ то молдавских то им возможно и даже и такого топления не надо слегка слегка підсушивают помещение вот ци дрова яки я заносил перепелятник вони постепенно підсыхают 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 и я их бросаю в топку бросила два дрючечка пупырцю як згоріли там вот эти вот щепочки там пеки пепел одних остався и на цих два дрючка я уже как они загорелись я уже могу бросить то что есть что я вам показывала сзади сараи как бы и на навоз можно было но воно тут будет отлично потому что вот эти вот дрова они будут сейчас давать жару и птица взросла может погибнуть также как и было летом летом жара доходила до 50 градусов на дворе и это было очень очень проблематично для меня как перепела вода дивимся сколько градусов перепелятнику десь 22 до 23 градусов за есть вот так вот на столе температура температура воздуха с циркуляцией воздуха так что вот такие у нас отопление это с утра сейчас я присыплю тем же о чем я вам говорила беру я ведерко есть у меня вот такие вот шкрабальца можно рукою а можно и шкрабальцами если бы забула шей пид орехом и дар вам орехом и булы бы попадали ше орехи сами ядра орехов о ребята все вообще все вообще сейчас я тут подниму и возможно тут утки субиши найду парочку червячков красненько то есть вот есть червачки вы что махоньки он и даже нации кучи рождаются то есть тазь 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 таз уже знают, они уже идут, они уже знают, что Лена сейчас вот сюда забирать у ведро, да-да-да, и там находят червячки, любят мои качечки червячки. Выпустим сейчас вас уже на огород. Ночью бывает, встаешь, идешь, делаешь обход по хозяйству, и заметила я вот последними днями, хотя это, ребята, ну уже все, завершается год, декабрь месяц, даже можно сказать, что и и такой лютый декабрь, а я выходю, а на земли вот такие темно-красные полоски, и я же выходю с фонариком, и цей фонарик, и вы такие хотела даже заснять, но не получилось, заснять не успеваешь, потому что пока наводишь свет, то червяки прячутся. Вот такая температура, как бы казать, самого, как есть воздуха, а есть и температура самой земли, земля не замерзла. Тасики мои, тасики мои. Вот так, 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 все равно они чувствуются. Это еще есть одна, где была куплена, а это вот качечка, и эта качечка, они инкубировались с посилки, где пришла нам посилка с битыми яйцами. Вылупилось две качечки, я уже про них рассказывала. Беру я их в руки, они, конечно, совсем разные, выглядят совсем разные, и тушка формы совсем разная. Так что, ребята, кого интересуют качечки, оставайтесь с нами, и я буду вам рассказывать, какие у нас экземпляры. Ну, этого любимого уже все знают. Ой, хозяйка пришла, мне тут все ворочает. Так, драпчики, драпчики, чтобы не захерялись. Ставим сюда. Вот, а ведро несем и присыпаем в печку. Тут даже попадается вот самая редька, потому что птице давалась редька, яка была у нас до конца ноября, прям уже снег застал на огороде, была ботва огромная. И тут еще от айвы, где падала маленькая айва, тоже, тоже фрукты идуть туда в топку. Вот они там будут сейчас разбираться, мои ляпатуси. Вот, открыла я конфорки и сейчас сюда насыпаю. Заметаем. Устанавливаем конфорки обратно. Вот. И все. Тут стоите бочок и бетончик. Сюда можно оставить большую кастрюлю для воды или даже я ставлю сюда кастрюлю тут каша набухает, то есть зерно дробленое или даже можно нацельное, печка горячая. В моем случае тут стоит большая кастрюля воды, она мне нужна для того, чтобы стирать пеленки от перепелов и мыть посуду, то есть емкости допьют в воду кури и также дать птице тоже теплую воду. Тут наши таракани пятидневные отлично кушают корм так как они быстро будут переодеваться пьют водичку перепел техасские мясные и потом вырастает красиво перепелочка. Вот так. Витр южный, значит сегодня будет тепло и вот так оно у нас дымит. Вот так, ребята, вот так у меня применяется. Выберите полезное для себя. Мы это комментировать, кто вообще дивится меня как хозяин, как хозяйственник. Понятно, если вы включаете там камины, то есть искусственное отопление или газом, или брикетом, или ну да, газом и электричеством, брикетом тоже, как бы сказать, твердое топливо. Но я делаю, ребята, так. Я думаю, в этом видео я вам объяснила, заранее тоже показывала видео, сейчас более такую подробную суть вам рассказала. И все, наскільки это хватает? Это все зависит, есть ли витр. Есть ли витр. Если это все выгоняя, высасуя, то есть ночью может утром прийти и будет чуть-чуть 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 жар. А вот если сегодня было такое давление, то есть вы бачили даже иней на земле, то я пришла, там жаров очень много было. То есть не было витра, тихо и все было нормально. Только мелких щепок кинула, вот этих два дрочка и сейчас присыпала ведром вот этой вот как бы сказать мусора так мусора ну он бы как на навоз шел. Ранее как не топила я печку это был все навоз. Была огромная навозная куча где-то метров 6 на 4 или на 3 где-то такая даже не не 6 может метров 5 где-то такая была куча. Было очень много перегноя это тоже считается перегной и в загоне где находится птица и у курей где живут кури подстилка это тоже все в компостную кучу и червяк переработает будет перегнуть. Что ты около меня кланяешься? А это показываю вам кагат где солому подстеляла прямо в загоне для гусей для петухов и если возможно вы ходили курочки может один раз или два в загоне где есть у меня птица где вы бачите где выходят курочки я их кормлю горохлянкой то я по моему тюка три соломи я подстеляла для того чтобы мои гуси не обмораживали лапки а если они будут обмораживать лапки они будут худать так же если под навесом находятся или кури или петухи они тоже чтобы они стояли на сухой подстилке ни на сниговой ни на льду ни на жижи где сниг расставал после снига шейшов дощ чтобы было им более суше для того я солому и покупала солома можно эту солому яку я купила как мульчу рассматривать на клубнику на ягодники где дорожки встелять на огород но я делаю так что чтобы у меня не было несколько процессов прохода на хозяйстве то есть ту солому яку купила и можно премульчировать вона у меня в первую очередь как подстилка потом я ее могу взять и премульчировать к примеру или смородину или яжевику ягодники могу использовать ее там то есть вона прохода таку ну ну как это правильно сказать не ферментизацию пропитку то есть водой пометом и лучше потом будет и удерживаться на поверхности ну тут где была у меня капуста то стелилась солома прямо с тюка чисто это было когда у нас десь в сентябре месяце наверное да десь в ту пору чтобы сохранить влагу да тут была капуста смотрим дальше ну вообще классно 30 декабря ребята 30 декабря combustible паузу до